Семейный чат, подкаст об историях, которые происходят в семьях. Далеко не во всех, конечно же, но экспертность ведущих даст очень интересное мнение об этих ситуациях. В студии Red Bar на сегодня Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальт-терапевт. И реабилитолог, физиолог, преподаватель Артём Коршиков. Тема подкаста «Как говорить с ребёнком о том, что его усыновили». И мы, как настоящая подкаст «Семья», перед тем, как будем обсуждать, мы обсудили за кадром. Да, мне сказали, что меня усыновили. Готовы ли мы усыновить вообще? И у нас была очень неоднозначная дискуссия по этому вопросу. Но сейчас мы на этапе обсуждения как раз-таки с позицией, что делать в этой ситуации. И начнём мы вообще, на самом деле, со статистики, потому что она очень любопытная, интересная, и нужно понимать, с чем мы имеем дело. К слову, количество усыновляемых детей сократилось в два раза. За какой период? Ну смотри, если на 2012 год усыновлённых именно в Российской Федерации детей не за пределами страны было 6565 человечков, За год? Да. К 2019 году эта статистика 3252 человечка. На 2022 год мы статистики не нашли, но 2021 годом датирована информация о том, что всё-таки происходит сокращение усыновлённых детей. Мы говорим про детей, усыновлённых в российские семьи? Именно в российские, потому что зарубежные, там вообще сложно брать статистику, она очень сильно варьируется, вводятся новые законы, ограничения, пандемия внесла свои коррективы. Конкретно в наших семьях, и знаете, что любопытно, под этой же самой статистикой очень такая объёмная статья была, как священник говорит, давайте детей усыновлять, а не ЭКО продвигать. Вот. И мы тоже так немножечко обсудили, что есть факторы, конечно, которые влияют на эту статистику. Люди не хотят детей и оставляют их в детдомах, а появились дополнительные возможности, когда ты можешь воспользоваться услугами сургатного материнства, когда репродуктивные, как правильно, Юль, это направление называется? Развитие репродуктивной... Технологий. Технологий, да, как раз таки. Поэтому и цифры немножечко видоизменяются в этом направлении. Но помимо того, что... Вот, Артём, ты мне сразу задал встречный вопрос, да, до записи. Помимо в два раза сокращения количества детишек в российские семьи, статистика отказников тоже падает. Но всего на 15%. То есть с 50 тысяч до 42 тысяч. Немножечко не совсем в пропорциях тех, которые бы сказали, что дебет-скребет он сошёлся. Ну, на самом деле, падение этой статистики на фоне роста рождаемости говорит о том, что моральная составляющая современного общества, она всё-таки подтягивается, на моём взгляд. Это правда. Всевозможная демографическая вот эта вот программа, которая направлена на поддержку, доп. выплаты и ещё, она, кстати, очень практически полностью дублируется и на усыновление. То есть как бы вот мы посмотрели по документам, всё, что касается закона рождённых детей в семье, то же самое полагается и опекунам, которые усыновляют. Не опекунам, а именно усыновителям. И там выплаты по беременности и по родам им так же, единовременные выплаты, и уход за ребёнком, и спецвыплата даже есть у сыновителя. То есть, в принципе, если говорить, что вот за рождённых детей дают деньги, то и там, и там эти суммы схожи, поэтому всё-таки это немножечко другая история. Это про то, что действительно усыновляются. Но, может быть, из-за того, что это сделать не так просто, именно с психологической точки зрения мы будем рассматривать эти моменты. То, что если мы уйдём в силу документации, я думаю, люди, которые в этих вопросах, просто съедят нас, потому что там так много работы, Там так много толкости. Там очень много всего. Там бюрократия и выше крыши. Но я хотел бы... На эту территорию не будем заходить. Начать с чего? С того, что вот я не совсем с тем священником, который твою статью написал. Но не моя, а на Тасовская. Хорошо, окей. Которую ту статью написал. Я с ним не совсем согласен. Почему? Потому что ЭКО – это возможность решить проблему с наличием детей. Да, это великая миссия, там, родить, воспитать ребёнка. Ну, это миссия, прям действительно. А взять ребёнка из детдома и воспитать его – это прям такая, наверное, как-то великая архимиссия. То есть это совершенно другого уровня задача. И люди, когда они берут, мне кажется, это действительно... Ну, может быть, не все, но я знаю, по крайней мере, те, кого я знаю, они брали не потому, что у них нет детей, а потому что они хотели сделать доброе дело, сделать добро тому человеку, который в этом нуждается. Для меня это немножко как само пожертвование. Потому что это такая... Я очень уважительно отношусь к этим людям, и, ну, это геройство, на мой взгляд. Это уже действительно, ну, не просто реализация потребностей, это уже прям такой полноценный героический поступок. Да, это круто. Это молодцы люди. Правильно. Да-да, Юлия, вам есть что сказать. По поводу героизма? Отнюдь нет. Но я думаю про всё-таки про усыновление и тайну этого усыновления. Ведь на самом деле раньше, ну, приветствовалась как раз-таки та история и та теория, что вообще-то скрывали, да, от детей максимально долго. И дети могли только уже в довольно взрослом возрасте, как это случайно, узнавать. Причём в довольно взрослом к годам 20-30. И, в общем-то, было очень много разных нюансов. Это ты про какой период сейчас? Слушай, ну, в принципе, если брать наш, да, какой-то такой советский период, то как будто бы в усыновлении было что-то такое, ну, как будто вот неловкое. Это нельзя было афишировать. И как бы возник такой вопрос про тайну, да, усыновления. Есть такое понятие тайны усыновления, которые обязаны выдерживать все люди, которые они знают, ну, кроме родителей. Родители могут... А в связи с чем? Есть корни этой теории, почему нужно скрывать? Слушай, ну, я как-то так нарвалась на одну такую заметочку, что на самом деле раньше, благодаря этой тайне усыновления, защищали детей, потому что во времена репрессий, да, люди брали детей, репрессированных к себе в семьи, и чтобы остальные не знали, что будто бы мать или отец этого ребёнка враг народа с таким статусом, да, то таким образом детей защищали. И появилась так называемая тайна усыновления, которая пересекла уже в нашу современность. Но сегодняшние современные психологи, психологи, ну, представителем которых, да, я являюсь, мы, конечно, считаем, что эту тайну нельзя выдерживать. То есть ребёнок должен знать свою историю, ребёнок должен знать вообще всё, что с ним, всё, что его касается. И то, что его усыновили, он должен знать, ну, сто процентов. А почему? Потому что, понимаешь, это очень сильно влияет вообще-то на его жизнь. Это создаёт какую-то идентичность, это создаёт базу такую личности. То есть ребёнка должна быть истинная история, во-первых, о своей жизни, на которую он будет опираться так всю жизнь, первое. Второе. Всё равно, когда мы говорим о тайне, вокруг тайны очень много такой, знаешь, эмоциональный сгусток находится. Так или иначе, она будет, ну, как говорят терапевты, семейные звенеть, это будет таким, ну, местом, которое когда-то да прорвётся. И это будет, вот эта тайна, вообще любая, кстати, семейная тайна, не только эта, это один из видов семейных тайн, она влияет на семью довольно сильным образом и влияет на ребёнка. И так или иначе, эта история когда-то прорвётся. Вот мне по этой истории больше как вот созидатель ощущение, что иногда, мне кажется, ты чувствуешь в себе что-то не то. Может быть, ты какие-то предпосылки, почему меня там тянет. Ребёнок это будет обязательно чувствовать. Это же какая-то предрасположенность, это какая-то генетика, то есть которая тебе будет какие-то сигнальчики посылать, и ты такой, ну я в этой семье, а я как-то как будто бы не похож, и я чувствую себя лишним. И у меня ощущение, что когда ты знаешь всю правду, и ты понимаешь, иногда просто легче понять и найти себя, что поможет тебе и выстроить и здесь, и доверительные отношения. А как всё-таки объяснить, что он усыновлён? Если хочется, вот ты родитель, который чётко понимает, что ребёнку нужно это знать, и я сделаю отсылку, если мы всё-таки озвучиваем тему, как поговорить с ребёнком о том, что его усыновили, это ранний возраст, когда он может не понять, не запомнить, не вспомнить, то есть когда подросток идёт в семью, он достаточно уже с пониманием дела, кто есть кто. А тут история, где ты можешь повлиять на это решение. И вот мы, допустим, хотим, чтобы этот ребёнок знал. Потому что мы о нём заботимся. Как мы должны объяснить это? Сказать одной лёгкой фразой невзначай. Ты приёмный. Да ты как бы вообще здесь приёмный, типа, да? Тебя бросили, мы взяли. Мы подобрали. Да. Блин, ну да, конечно же, так делать ни в коем случае нельзя. На самом деле, я думаю, что, скорее всего, это будет так не единожды. Этот разговор состоится не единожды. И на сегодняшний день, да, исследователи выделяют два таких центральных возраста, вокруг которых можно говорить об этом. Ну, первый возраст, это возраст там 3-4 года, ближе даже к 5. И второй такой предподростковый возраст. Но самое главное, самое главное, организовать такой разговор уже до подросткового возраста. Потому что, если это случится с подростком, когда он невзначай откуда-то узнал, всё это наложится на его гормональный такой бум, на его персональный личностный бунт. И это будет довольно сложная история, где доверие можно уже не восстановить, к сожалению. Товарищ современный психолог, ну, я согласен, что в кризисный период добавлять ещё каких-то проблем не стоит. А вот то, что вы там рассказываете, будете ребёнку, что он приёмным, не нарушит какое-то взаимодействие родителя и ребёнка? Доверие, оно будет вообще формироваться? То, что там потом, если он в 13 лет на фоне гормонального взрыва узнает, что он приёмный, конечно, он и так там агрессивный, да, из-за этих всех гормонов. А тут вообще просто башню снесёт. Ну, тут будет неправильное, согласен. Ну, а когда вот в возрасте 4 лет ты говоришь ребёнку, ну, ты приёмный, ребёнок нормально потом тебя будет воспринимать? Проблем не будет? Ну, это же происходит не так. А как? Не просто, знаешь, вот мы сели в лоб, вот сели за столом и говорим, ты приёмный. Это не происходит не так. Во-первых, для этого выбирается определённый, ну, какой-то уже должен быть уровень доверия. То есть, родители, которые с этим ребёнком, да, если ему 4-5 лет, уже там года 3, ну, как-то, наверное, вместе, если мы говорим о той необходимости, когда нужно говорить об усыновлении, об усыновлённости, скажем так. То есть, уже у них выстроенные отношения, какая-то база в этих отношениях есть. И этот разговор, он супернепростой. Он супернепростой не для одной стороны. Вот то, что это пройдёт как-то легко и просто, об этом можно, в принципе, забыть. Это сама тема сложная, история непростая, ситуация непростая, и разговор об этом будет сложный. И он может быть, правда, болезненный. И это в этом смысле нормально. Ну, опять-таки, при той базе, которая уже сформировалась к этому возрасту, опять-таки, любовь, да, и взаимоотношения всё победит, могу я сказать. В принципе, и в этом месте так будет работать. Но ещё можно взять на заметку такой возраст. Почему чеки, да, это возраст, опять-таки, почему говорю про 5 лет, 5-6 лет, когда вообще ребёнок начинает интересоваться, откуда я появился на свет, в общем-то. И это тоже может быть такой естественный интерес ребёнка про эту тему, может стать платформой о том, как поговорить с ним о том, что он усыновлён. Ну, я могу сказать даже, мой сын, как раз-таки, возраст по чемуучке, не помню, на каком фоне, может быть, какая-то новость, может быть, какие-то истории про то, что есть у кого-то только папа, есть у кого-то только мама, есть детишки без родителей, но мой ребёнок тоже интересовался, а что значит, когда мы затронули тему детских домов, как так получается, да, куда эти дети, и так далее. Не знаю, насколько уместны истории с примерами, допустим, или какими-то визитами, но иногда ты просто в жизни наблюдая какую-то картину, то есть ты начинаешь понимать, что это часть общества, то есть вот такая ситуация бывает. Это как родители же объясняют, почему папа с вами не живёт, почему мама, допустим, отсутствует, и так далее. Разные же ситуации бывают. Тоже болезненно, тоже тяжело, особенно когда, я помню, ты понимаешь, что от ребёнка, вот у меня подруга растит без отца, и вот этот возраст как раз-таки, почему у нас нету папы, почему меня папа не встречает, и вот эта боль, вот эти глазки ребёнка, и ты ничего не можешь с этим поделать. Ты объясняешь, рассказываешь, ну вот. То есть, на самом деле, и само понятие, да, приёмный, но для ребёнка там трёхлетнего может ничего вообще не значить. Приёмный, приёмный, мама, папа, меня все любят, мне всё понятно. Это такое постепенно будет, информация будет накапливаться у него постепенно, когда он, ну, в каком-то возрасте уже сможет анализировать, что произошло, будет знать, как ты говоришь, про эти социальные явления, он будет в них посвящён. На самом деле, вот, да, я сейчас подумала о том, что это же взрослые тоже нагружают этот разговор, ну вот таким, да, с каким-то туманом, какой-то тяжестью, на самом деле, эмоциональным прессом каким-то. А это взрослым тяжело. Да, это взрослым тяжело. Ребёнок, правда, пластичнее, гибче и эмоционально лоббильнее в этом смысле. И насколько важно ребёнку озвучивать это слово даже, допустим, в пятилетнем возрасте? Не важно, можно просто знакомиться как явление, что вот родила мама, мы воспитываем, ну вот какие-то такие вещи. Не обязательно же сразу же, да, все, как сказать, бирки развешать. Тут, наверное, про доверие и отсутствие предательства со стороны родителей, потому что очень много историй, когда в подростковом возрасте вот в этом узнают, отсылка и один из главных критериев, в чём упрекают родители. Ты меня предал, Ты мне не сказал, Ты меня обманул. То есть вопрос же больше к этому идёт, что как бы почему столько лет я не знал, да? То есть как бы нисколько вы мне документы продемонстрировали, а вот момент, что вы мне не сказали. Когда ты, в принципе, с этим растёшь, А зачем говорить? Просто вот ты говоришь, вы мне не сказали, ну, а я и не видел смысла. Я видел смысл тебя воспитывать, любить, поддерживать, заботиться. А ребёнок тебе скажет, а почему ты решил за меня? Ну, потому что в тот момент ты не был готов принимать решение, поэтому я принял решение за тебя. Почему ты решил, что я был не готов принимать? Я был готов. Потому что тебе было 7 месяцев. Вот понимаешь, чаще всего такие конфликты случаются, что, кажется, родителю, ты всё сделал как надо, а он элементарно... Ну, потому что сейчас мы стереотипную ситуацию рассматриваем. Конечно. Как раз таки вот, которая чаще всего происходит в конфликтности, да, то есть иногда они прощают, а иногда и не прощают. Вот прям цепляет вот это, что не было известно. Я столько лет жил с информацией о том, что я этого не знаю. Ну, тут, мне кажется, всё-таки какой-то стресс у ребёнка. Конечно, это шок. Ну, представляешь, тебе говорят, ты приёмный, мы не твои родители изначально. Но если в отношениях царила любовь, взаимопонимание и доверие, да, ребёнок прострессует, может быть, где-то даже это будет критически, но тем не менее он поймёт, что да, у него была любовь. Пусть не от его биологических родителей, но от людей, которые о нём заботились, которые о нём переживали, которые ему помогали. И вот эти вот факторы всё-таки, мне кажется, они должны перевесить. Иногда не перевешивают. Иногда нет. Иногда это настолько... Мы же, опять же, говорим образно, да, то есть, а это может быть ребёнок, который, принципиален, ну, по своему характеру, складу ума, ещё каким-то вещам. То есть, ну, для него это будет важный фактор. Кто-то типа, окей, да, конечно, вы сделали большую работу, спасибо вам, да, а кто-то скажет, а вот нет, это было не так. Ну, если учитывать, что задача подросткового возраста вообще так-то обесценивание и отрицание родителя, как бы. Поэтому там, знаешь, очень плохо подростки помнят про любовь. Согласен, но подросткового возраста он заканчивается. Да-да-да, слава богу. И тогда уже всё понимание, осознание должно прийти. Значит, соответственно, вывод просто перетерпеть как-то? Ну, нет, я бы сделала другой вывод. Надо всё-таки позаботиться о своём ребёнке и рассказать ему. Когда это можно сделать мягко. Когда это можно сделать мягко и постепенно так, да, накручивать эту нитку на катушку. Ну, окей, просто я ни в коем случае не буду спорить. Компетенции у меня нет спорить с современными психологами. Просто мне всегда казалось, что ребёнок должен быть уже готов к этому. Потому что, ну, действительно, это важная какая-то информация. И ребёнок в три года не обладает той психикой, которая сможет правильно это переварить и усвоить. И эту информацию нужно человеку давать тогда, когда он уже, ну, действительно, устойчив психологически, он понимает, он осознан. И вот тогда, действительно, он сможет правильно к этому отнестись. Ну, знаешь, 5-6 лет – это очень как раз-таки уже подходящий возраст. Ты, наверное, мало ведёшь бесед по вечерам с пятилетними детьми. Со своими родными, уточню. Важный момент. Нет, ну, по-честному, это очень здорово. Да, честно, маловато, да. 5-6 лет, вот мы вот пережили этот момент. Мне кажется, обсуждено не то, что, я не знаю, что мы ещё не успели поговорить за этот период, но это всё. Если в 6 лет тебе уже какие-то упрёки и претензии, понимаешь, прилетают, и ты такой держишь ухо востро, потому что аргументируй, давай разберёмся, ещё что-то. Иногда ты прям делаешь паузу. Я, несмотря на лёгкость в импровизации, я понимаю, что иногда мне даже надо подумать, чем апеллировать ребёнку, потому что, ну, это очень достойный соперник в каких-то дискуссиях, что касается, допустим, одной из последних историй с пчёлой и осой. Поэтому, знаете, это тоже нужно всё очень жёстко. А что за история про пчёлы и осы? Ну, там всё просто. У нас была дискуссия, что пчёлы кусают один раз и умирают, а осы пять раз жалят и умирают. И был момент, тут был ещё замешан отец, который почему-то как-то это произнёс, и ребёнок адаптирован, и пока мы не пересмотрели документалку, мы не могли выйти к общему знаменателю. И я была злостным просто предателем и вруном. Поэтому это всё очень непросто и достаточно серьёзно в этом возрасте. Я склоняюсь к Юльному мнению, что к этому явлению нужно быть готовым, что оно имеет место быть. Чаще всего весь этот шок и весь этот стресс происходит, когда для тебя открывают, что Земля плоская. Но когда ты знаешь эту гипотезу, теорию, ты как бы, ну ок, а я вот такие ещё вещи знаю, а вот такое понимаю. И подобные явления просто надо проговаривать. Если мой ребёнок знает о доме малютки и детском доме просто из разряда, ну было интересно, мы разобрались, то ребята, которые имеют неотъемлемую, ну вот вообще это часть их жизни, то есть это вообще их история, но тоже должны быть знакомы с этим явлением, а может быть даже чуть поподробнее на примере других ребят, на примере, что это часть жизни. То есть по мне близка позиция, что мы очень подробно говорили как раз-таки про сексуальное воспитание. Если ты говоришь, что это нормально, это бывает, это ещё что-то, и ребёнок такой, да, это нормально, это бывает. А когда ты такой... Так же. Да, когда это стресс, и это просто как гром среди ясного неба, тут непонятно, как он среагирует. Потому что это взрослые табуируют всё и демонизируют, и всю эту историю, да, что нужно как-то, что это какой-то шок. А мы не знаем, шок ли это для какого, ты понимаешь, ребёнка. Это шок для нас. И нам, правда, взрослые-взрослые сталкиваются с стыдом, с виной, ну с какими-то установками общества. На самом деле, говорю, у нас из советского периода тянется эта тайна усыновления, и до сих пор он усыновлённый, ой, это какая-то вот, да... А посмотрите, как задорно кричатся фразы. Я просто преподаю в школе, и как задорно кричатся фразы просто вообще да ты приёмный, и все ха-ха-ха, и приёмный, которого назвали. Это просто фраза в никуда, то есть для детей она настолько легка, как бы никто никого не хочет обидеть. Это типа, ну вот, я приёмный. Дети сами так говорят иногда. То есть оно не страшное для них. В смысле, не будучи приёмным? Нет, не будучи приёмным. То есть просто вообще эти явления, это, знаете, как из разряда похороны, например, что нельзя детей на похороны, это страшно, это опасно. А как они легко это всё воспринимают? Да, дедушка был, жизнь закончилась. Старенький дедушка. Жалко, больше не увидимся. Ой, дедушка. То есть нету этой тяжести, нету этой боли, которая есть у взрослого человека. Да, но с другой стороны, иногда это слово, да, да, тебя, ты приёмный, оно может в таком оскорбительном ключе использоваться. А с какого как бы? А почему оно используется у нас в обществе в оскорбительном ключе? Вот у меня вопросики к этому. Это же мы как-то взрослые сделали всё, вот к этому пришли, что дети могут использовать слово приёмный как какое-то оскорбление. Кто разрешил? И нежение достоинства. Это правда. Это отсутствие проработки каких-то вот, это как из разряда, что ещё до сих пор норма тыкать и смеяться над людьми, которые какие-то имеют уродства и прочие вещи. Это же тоже воспитание, это тоже же восприятие, потому что, ну, когда ты растёшь, с ребёнком реально растёшь, ты видишь все эти этапы, как он начинает показывать, это твоя манера, как ты отработаешь эту историю, как ты потом объяснишь ребёнку, как нужно реагировать. Это же всё пример с детства. Я просто помню, такая замечательная книжка педагогическая была, как вот вообще гулять на детских площадках. Для меня это было стрессово, очень серьёзно. И это в нашу тему, поэтому я сделаю момент. Ты садишься в песочницу и начинаешь с ребёнком, вот когда он прям маленький, там полтора годика, да, и, допустим, если кто-то его обижает, отбирает, ты просто садишься и говоришь. Вот тебе, если это не нравится, допустим, надо сказать так. Если то-то, то-то, то есть ты прививаешь эту модель поведения. Это вот к вопросу, что ко всему прививаешь модель поведения. Он же считывает, как ты реагируешь. Потому что в кулуарах прекрасно мы слышим, как те же родители могут сказать, ну, понятно, что с него взять, он же из приёмной семьи, да? То есть, ну, это родитель сказал, а ребёнок сочетал эту информацию, отсюда идёт уже и посыл именно этого слова «приёмник». В киноиндустрии есть десятки фильмов, которые связаны с общением в сети. Некоторые из них романтические и показывают, что даже в интернете можно найти свою половинку. Другие же относятся к фильмам ужасов и боевиков. Во-вторых, мы можем наблюдать ситуации, в которые попадают главные герои при неправильном общении в интернете. Пишут гадкие комментарии, общаются с незнакомцами, как с друзьями, отвечают на сообщения со взломанных страниц своих друзей. И мы призываем всегда помнить о сетевом этикете. Потому что помнить о культуре общения важно не только при личной встрече, но и при общении в мессенджерах и на почте. Есть основные правила сетевого общения. Первое. Постарайтесь не привлекать внимание к своей страничке за счёт эпатажа. За редким исключением, такое поведение приводит к негативным последствиям. Второе. Старайтесь не отходить от темы разговора. Будьте бдительны и постарайтесь отследить, если ваш собеседник меняет тему. Не может поддержать разговор и пытается выяснить ваши персональные данные. Третье. Явный троллинг и оскорблений лучше оставить без ответа. А ещё лучше блокировать такого собеседника или отправить жалобу на комментарий или запись, которая содержит, например, призывы к травле. И четвёртое. Не участвуйте в кибербуллинге. Это опасно как для жертвы, так и для агрессора. Помните об этих простых правилах. А ещё научите его своего ребёнка, чтобы не допустить возможных проблем. Если вы беспокоитесь за безопасность вашего ребёнка или другого члена семьи в интернете, существует приложение, которое поможет отследить подозрительные переписки. В приложении AllTracker есть такая функция. Но мы, конечно, рекомендуем заранее говорить и попросить одобрения со стороны человека сообщения, которого вы будете читать. Спонсор этого сезона – AllTracker. Это приложение по мониторингу устройств AllTracker Family, которое направлено на предотвращение разного рода угроз и сохранение безопасности всей семьи. У приложения есть три уровня доступа к устройствам – бесплатный, базовый, продвинутый и про-уровень. Так, на бесплатном уровне вам будет доступна общая информация о подконтрольном устройстве, геолокация, запись звонков и информация о физической активности хозяина девайса. При желании можно подключить и дополнительные функции, например, данные об установленных приложениях, истории уведомлений или трансляции с экрана устройства, чтобы вовремя отследить, что происходит с любым членом вашей семьи. А еще AllTracker выпустил отдельное приложение для айфона и андроид-устройств – AllTracker видеонаблюдение. Его можно использовать в качестве видеоняни или для наблюдения за домом в целях безопасности. Мы призываем к грамотному использованию данного приложения и исключению вторжения в личную жизнь. Ссылки в описании. Говорить об этом мы выяснили, что можно достаточно с раннего возраста, с возраста по чемучке, когда вообще интересен этот мир и вся структура. А насколько важно говорить или как это конструировать в общество? То есть важно ли ребенку озвучивать, что ты можешь об этом говорить или не стоит об этом говорить, допустим, своим одноклассникам или вот есть какие-то такие вещи, которые, ну как, оберегут ребенка, например? Ну, конечно, ребенок должен уметь об этом говорить. Родители важно сделать так, чтобы ребенок об этом нормально. Слушай, ну мы тогда опять начинаем тайну на тайне как бы городить с другой стороны. Типа давай врать вместе. Да, давай врать вместе. Для чего? Для того, чтобы, ну опять мы сейчас говорим о том, да, про наше общество, для того, чтобы все это поддерживалось. Нет, я так против какой-то такой специальной таинственности. Может быть, даже не знаю, Артем, помоги мне. А готово ли общество? Общество? Да. Я вот представляю это. Ну, я думаю, что нет, не в достаточной степени готово общество. Представляю, вот класс первоклашек, семилетних, которые много что понимают, но вообще еще ни о чем не догадываются, да, то есть как нужно, что важно, что ранит, что не ранит. Вообще какой-то непростой период жизни каждого человека, школьный период, и вот тут важно ли предостеречь ребенка, или вот как здесь быть, чтобы честным быть и избежать таких-то моментов. Готовое или неготовое общество, сложно говорить, мы формируем это общество, наше сознание формирует сознание этого общества. И то, как мы, ну если действительно ребенок в 7 лет приходит в первый класс, и он спокойно может сказать, что, ну там, я не знаю, я приемный, там, я китаец, или еще что, да, как там, что могут высмеивать дети. Он спокойно на это реагирует. То есть его, эта информация не выбивает из колеи, он с этим живет нормально, то и люди будут на него также нормально реагировать. Дети наши, да, они достаточно такие жестокие в некотором роде. И они действительно высвечивают всегда тех, кто не похож, кто сильно отклоняется от средних показателей по популяции. И если этот человек, он в себе уверен, он психологически, ну ребенок, да, он в себе уверен, он психологически устойчив, и то, что его вот пытаются подковырнуть именно за эту тему, его это никак не трогает, то это общество, оно прекратит это делать. Ну смысл делать то, что не приводит к результату. Супер, да, ты очень круто говорил. Как бы если ребенок, да, сам внедрен в эту историю, о которой мы говорили, то ему будут... Ну то есть для него это не будет ни обидным, ни оскорбительным. Конечно, ну как бы, ну мои реалии, это все равно, что сказали, ты блондин и хахах. Да, я блондин, и что? Ну как бы да, круто. Ну как бы, ну вот что тут такое? Я это принял для себя, я с этим живу, мне с этим комфортно. Ступень осознания своих вот таких вот уязвимых мест. Слушай, я думаю, это помогает делать родители. Это может быть не только высшая ступень осознания. Да, во-первых, это дело формируют родители. Это может быть просто ненагружение каким-то негативным посылом этой темы. То есть для тебя эта тема, она изначально не негативна. Вот действительно, как бы Юля говорит о том, что там, допустим, с трех лет надо говорить. Я думал, что психика, ну я именно вот в рамках заботы о психике ребенка считал, что лучше поговорить там потом, ближе к 20. Но если действительно мы с трех лет просто нормально прививаем эту мысль, то и потом он будет нормально, спокойно реагировать. Он будет в недоумении, типа, а что вы на этом внимание акцентируете? Как бы, ну да, и что? Как бы, и все. И тут уже те, кто будут пытаться ребенка подеть, будут в неудобной ситуации. Это, кстати, классное решение вообще для многих нюансов, допустим, да, как есть очень полненькие детки, уверенно себя чувствующие, не напрягающиеся, да, то есть как бы есть еще много нюансов, которых лучше всего воспринимать как, ну типа, ок, это нормально, это часть нашей жизни. И все становится намного проще. Намного сложнее ситуация, которую запускают родители из разряда как раз-таки, а поговорить попозже. Но ребенок об этом узнает сам. Вот тут, да. Вот это прям непросто. Тут конфликт. Это будет, скорее всего, ну тот же самый разговор, только усложненный во много-много-много раз. Он усложнен тем, что вы к нему просто не готовы. Как бы все нормально, 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 и тут среди ясного нета ба-бах такое что-то. И что, вот. Если в первой ситуации... Как реагировать, непонятно. В первой ситуации модератор ты, и ты знаешь, какой посыл подаешь, да? Да, у тебя есть сценарий действия, то тут ты как бы обезоружен внезапностью. То тут сценария никакого нет, и ты как оправдываешься, или просто сознаешься, или продолжаешь ныть свою линию, или начинаешь вступать в конфликт с теми, кто выдал эту информацию. В общем, очень много неприятного. Если есть как бы такая информация о том, кто выдал эту тайну, ну, правда, там можно очень сильно поругаться. Не, ну, как бы это нормально. Злость, чувствовать по отношению к тем людям, это абсолютно будет нормально в этот самый момент. И расселенность тоже. Они как бы, да, они виноваты, они влезли в твой процесс воспитания, что делать не имели, в общем-то, права, наверное. Но они могли это и неосознанно делать, поэтому я смысла ругаться в принципе не вижу. Это может быть и случайность, это может быть какие-то документы изучены, еще какие-то вещи. Ну, да, да, да. Каким-то таким способом, это правда. Слушайте, ну, не надо забывать, что главный человек это все-таки ребенок. И в такой ситуации как нужно вести себя дальше, чтобы ребенок не ощущал, что его мир рухнул? Так же, как и до, мне кажется. Как бы все, ты, ну, да, ты узнал, информация у тебя есть. Но ничего, по сути, не изменилось. Ты также мой ребенок, я твой родитель, я тебя люблю, я о тебе забочусь. Мы с тобой дружим, взаимодействуем, ходим в аквапарк, какие-то проблемы вместе переживаем, что-то делаем, все продолжается. Это может развиваться на самом деле по-разному. Зависит от каждой семьи, от каждого ребенка, от каждого родителя. Это может быть таким очень серьезным, большим, длительным, затяжным, кризисным моментом. Это правда. Может быть то, что, ну, решится, ну, довольно, да, в короткий срок. Но я вот сейчас даже когда говорю об этом, я там начинаю волноваться, потому что, похоже, история очень сложная, правда. Вот чего делать родителям. Но, по крайней мере, оставаться рядом со своим ребенком, наверное, в этой вести. И говорить о своей любви. И придется, наверное, ответить на очень-очень много вопросов. И быть открытыми к этим вопросам. Тут главное, да, действительно не замалчивай. Да, у ребенка они будут появляться, могут сегодня одни, завтра другие, потом третьи. Потом он может, его может кидать от злости к несколькому-то отчаянию. И вам, как родителям, да, родителям вообще придется все это выдержать с таким железобетонным терпением. И в этом моменте, конечно, еще как-то и о себе бы позаботиться. Получить какую-то поддержку, ну, где-то там, и у себя внутри семьи. Ну, соответственно, важно тогда обратиться к семейному психологу, к специалисту, который сможет помочь в этой непростой ситуации. Иногда, кстати, даже семейных психологов привлекают как раз к разговору о том, да, об усыновлении. Ну, кстати, да, чтобы подготовить правильно ребенка, да, чтобы, ну, действительно не травмировать его психику. Конечно, ну, я точно знаю, что родители перед тем, как усыновить, они проходят школу для усыновителей. Она достаточно такая очень, ну, длительная. Там даются интересные знания. У меня откуда-то я, не знаю, где-то читала об этом, потому что, ну, ко мне приходили люди, которые делились теми знаниями, которые даются в этой школе. Они очень такие базовые, классные, очень живые, очень такие экспертные. И то, ну, такие современные, да, современные способы общения с детьми. И там точно, точно наверняка есть раздел о том, как говорить про усыновление. Ну, кстати, тоже хотела сказать, что это непростые семьи. Это действительно со стороны органов опеки очень подготовленные семьи. Помимо бюрократии, документов и прочих сложностей, которым предстоит пройти этим семьям, с точки зрения психологии и психологической поддержки, их проверяют, мне кажется, по всем возможным каким-либо пунктам, чтобы они были готовы реально к этой работе. Потому что мы буквально в начале подкаста озвучили, какая задача непростая стоит перед этими людьми. То есть просто любить и радовать – это здорово, но далеко не всегда этого хватит. Это очень большой пласт затрагивается. Знания из области и педагогики, и стрессовых, и кризисных моментов. Мне кажется, если бы в четвертом микрофоне сейчас звучал человек, который прошел этот путь или который преодолевает, мне кажется, все наши вопросы просто были расщелканы, как орешки. Потому что то, что предстоит узнать на практике, мы в теории даже с вами и не затронули. Мы рассказываем такую поверхностную историю и больше сводим ее, конечно же, опять же, к простоте, адекватности и к восприятию этого неидеального разностороннего мира. Что все в этой жизни нормально. Больше, мне кажется, даже наш посыл не к тем родителям, которые сейчас в вопросе усыновления, а вообще к нашему обществу. Насколько важно нам, не будучи приемными родителями, не занимающимися этой темой, понять, что мы формируем отношения, мы помогаем этим людям и их детям адаптироваться с точки зрения реальности этого мира. Потому что период сложности, этот путь, это их задачи, которые они осознанно выбирают и проходят. Нам же остается лишь просто, мне кажется, аплодировать людям, которые решаются на это. А со своей стороны понимать, что общество нуждается в просвещении этих вопросов. Это прям очень сильно влияет на здоровую атмосферу и вообще происходящего в нашей жизни. Я полностью с тобой согласен. Действительно, это героического склада люди, которые не боятся брать на себя огромнейшую ответственность. И вот среди моих знакомых такие есть. У меня есть знакомая семья. У них трое детей своих. И четвертый он приемный. Но он как бы не четвертый, он третий, получается. То есть двое родились. По возрасту, да? Да. Усыновили. И потом еще один ребенок появился в семье. И я вот тебе скажу. Я задавал им вопрос. Ребят, вот отличается чем-то? Есть какая-то разница? Они говорят, ты знаешь, нет. Ну вот да, действительно, понятно, что это какая-то миссия. Но сам процесс воспитания, в общем-то, никак не отличается. То есть они всех четверых своих детей плюс-минус одинаково воспитывают. Ну с поправкой, конечно, на собственное развитие, на собственный опыт и прочее, прочее. А почему? Почему они решили усыновить? Ну вот хотелось людям какую-то такую миссию выполнить. Миссия, да? Конечно. Конечно. Сверхмиссия, я бы даже сказал. То есть это, знаешь, вот действительно какой-то свой вклад внести в развитие человечности даже. Ну потому что это не та история, когда у тебя нет детей, и ты решишь усыновить. Нет, нет, совсем нет. Им причем говорили, в открытую говорили, ребят, ну вы же можете еще сами родить. Они говорят, да, мы можем еще сами родить, мы обязательно это сделаем, да, но вот мы хотим еще и вот так. И это на самом деле очень круто, это очень правильно. Слушайте, это прям интересно. К вопросу о том, говорить с ребенком, и что его усыновили. Знаете, у меня есть момент вообще только к первой фразе, которую стоит оставить, и будет решено, мне кажется, все задачи. Просто говорить с ребенком. Говорить с ребенком обо всем. И, кстати, какую бы тему мы ни затронули, что касается детей, все ключевое – это в общении, выстраивании взаимоотношений. Да. Решается кризис, когда у вас есть отношения, да? Болшебство вообще, как бы, да? Ну, как бы, ну, нет. А Ларчик просто открывался. Это работа, это работа, это большая-большая, друзья, работа. Это все работа. Неважно, усыновленный ребенок или нет. В принципе, воспитание детей – это огромный, колоссальный труд. Он оплачивается, он оплачивается эмоциями, приятными моментами здесь и сейчас. Потому что что получится в конце, я еще даже не представляю. И, в принципе, ничего не ожидаю. А то, что ты наслаждаешься вот этим общением, диалогом, взаимодействием и общим совместным проживанием – это как бы прикольно. Говорить с ребенком, выстраивать отношения, чувствовать, что это тот человек, который пришел изучать мир, и у тебя есть возможность познакомить именно с тем ракурсом, который близок к тебе. И тогда это будет не факт, что единомышленник, но, по крайней мере, человек, который будет на твоем, а может быть и нет, жизненном пути. В конце я еще расскажу о том, что человеку очень важно знать свою историю. Ему просто с ней жить. Ему с ней жить, ему выстраивать какие-то свои отношения во взрослом возрасте. А история – это то, на что мы опираемся. Это такая база. То есть откуда я, кто я – это база, которая называется «моя идентичность». Поэтому говорить о том, что ребенка усыновили с ним – это обязательно. И вообще говорить, правда, Юля, с ребенком – это обязательно. Слушайте, ну, это такая, мне кажется, просто истина. Я очень хочу сказать про любовь. Я прям держусь из последних сил. Не держись. Да. Но ты оставляешь это Артему, да? Конечно, все, я делегирую уже второй выпуск. А я на самом деле начну не с любви, начну заканчивать не с любви, а я начну с того, что я бы не хотел немножечко драматизировать, изгущать краски в процессе воспитания приемных детей. Все-таки, ну, действительно, это не намного сложнее, чем воспитывать собственных детей. Во-вторых, это, ну, действительно, великая миссия, и вы тут себя будете чувствовать прям сверхлюдьми, реализующие что-то, помогающие кому-то, кто нуждается в этом. Это как минимум два. Ну, и в-третьих, действительно, это любовь. Это еще одна возможность проявить свою любовь, стать лучше и помочь стать лучше какому-то человеку. Поэтому любите себя, любите не только своих детей, наслаждайтесь этой жизнью. Всего вам самого доброго. С вами был подкаст «Семейный чат». Всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова